Привет! Ты слушаешь АВП и смотришь обзор Xiaomi Mi Smart Band 4. Да не просто обзор, а сравнение с Mi Band 3, которым я пользовался довольно долго. Из этого видео вы сможете понять, кому и зачем нужен этот браслет. И самое главное, стоит ли обновляться, если у вас уже есть Mi Band 3 или любой другой фитнес-браслет в принципе, кроме Honor Band 4. С ним отдельная тема и отдельное видео. Сразу оговорюсь, это глобальная версия, но с Алиэкспресс. Ссылка на магазин, где покупал, будет в описании. И самое главное, русский язык поддерживается и на китайской версии, так что переплачивать за глобалку особого смысла нет. Корявости перевода встречаются, но это мелочь. Кому интересна распаковка, заглядывайте в описание. Уже есть длинное видео на эту тему с включением, настройкой, там же сухие цифры и голые характеристики. Всё, не тратим больше ни секунды, хотя парочку можно на то, чтобы лайк поставить. Первая причина, почему вам стоит обновиться с Mi Band 3, это преемственность. Ремешки от прошлых версий подходят без проблем, и если у вас уже есть дорогущий экземпляр из кожи дракона, то он без проблем подойдёт на Mi Band 4. Это не касается металлических версий, они не подходят. Браслет стал меньше цепляться за одежду и выпирать от руки, незначительно, но заметно. Более плоский экран без в пуклой панели выглядит гораздо лучше, но это на любителя, уверен, найдутся и фанаты выпуклой третьей версии. Но что точно понравится всем, защита дисплея. Теперь он покрыт закалённым стеклом с олеофобным покрытием. Размер 0,95 дюйма, 120 на 240 пикселей, и очевидно, он цветной. Что нам это даёт на практике? Во-первых, эстетическое удовольствие. Цветные иконки и анимации выглядят гораздо приятнее. А циферблаты? Ох, что творит комьюнити! Все стандартные WatchFace я показал видео с распаковкой, их много, есть зачётные, и казалось бы, что ещё нужно? Но нет! В сети вы уже можете найти тысячи кастомных вариантов. Устанавливается всё очень просто, инструкция будет ждать вас в описании. Но и это ещё не всё. Каждый с помощью небольшой программки может сам создать циферблат себе по вкусу. Фотки, картинки, разные шрифты и даже гифки. Всё ограничивается только вашей фантазией. Ну да ладно, на солнце всё читается отлично, в отличие от того же Mi Band 3. За счёт размера уведомления показывают больше текста, да и в целом читать стало гораздо приятнее. Правда, сама структура уведомлений реализована на любителя. Если тебе нужно увидеть смс-ку, после которой пришло ещё штук 5, проще достать смартфон. Зато даже когда уведомления заполнены под завязку, ничего не тормозит. Да и вообще, в целом интерфейс летает. Спасибо за это новому энергоэффективному процессору, который в совокупности с увеличившейся до 135 мАч батареи позволяет работать браслету до 20 дней. Но это если выключить все тяжёлые функции, редко включать экран и не вставать с дивана. Если же по полной нагружать браслет, выставить максимальную яркость, тренироваться и часто любоваться циферблатами, то в сутки будет уходить процентов по 16, то есть чуть больше 6 дней автономной работы, что уже не так хорошо, согласитесь. Но вернёмся к хорошему. Bluetooth теперь пятой версии и немного позже покажу вам реальную дальность связи. Пульсометр на привычном месте, но сам сенсор был усовершенствован для снижения энергопотребления. Тесты через пару минут. К трёхосевому акселерометру добавили трёхосевой гироскоп. Шагомер должен прибавить в точности, напомню, Mi Band 3 очень сильно проиграл Honor Band 4 в сравнении. А ведь у него похожий на Mi Band 4 набор характеристик. Также усовершенствовали влагозащиту. Доступ в бассейн открыт, есть соответствующий пунктик в тренировках. Немаловажный вопрос, а что там с NFC? К сожалению, порадовать вас нечем. Перспективы Mi Pay туманны, и пока нет официальной информации, смысла гадать также нет. Но я бы пока что вас предостерёг от покупки версии с NFC. Мало того, что лишняя трата денег, так ещё и батарея меньше. Пока недалеко отошли от характеристик, перейдём наконец-таки к тестам. А уже потом расскажу про интересные функции, фишки и опыт эксплуатации Xiaomi Mi Band 4. Стандартный тест шагомера. Старт с отметки 803 шага и после первой сотни браслет выдал 901 шаг. В счёт пошло 98. На отметке 500 шагов циферблат выдал 1300, то есть 497 шагов. Добиваем до 1000 и видим 1800 шагов. В счёт пошло 997. Разница в 3 шага или погрешность, или моё неумение считать. В любом случае это прекрасный показатель на уровне топовых смарт-часов. По работе шагомера претензий нет совсем. Шаги считаются там, где надо и наоборот. Тест проводил в максимально жизненных условиях. И нёс сумку, и в карманы руки совал, и просто делал разные взмахи. С пульсом тоже проблем не возникло. Специальный измерительный прибор показывал то же, что и Mi Band 4. Пожалуй, самый интересный тест – дальность связи. Телефон Xiaomi Mi 9 лежит за стеклом автомобиля. Отхожу от него и наблюдаю за экраном браслета. Значок Bluetooth загорается через 40 шагов, и примерно столько же метров. Но реально пришлось отойти назад 3 шага, чтобы обратно поймать сигнал и запустить проигрывание музыки. Так что реальная дальность примерно 37 метров. В квартире с толстыми стенами всё, конечно же, похуже. Всего 15 метров. Тестировать в режиме тренировок не стал. В одиночку смысла в этом нет, нужно сравнивать. Так что оставим это на сладкое для битвы с Honor Band 4. Но потренироваться я всё-таки успел. И знаете что? Хвалёная функция переключения треков не работает в режиме тренировок. Да и в принципе в любых других режимах. Лично я слушаю музыку в наушниках только во время тренировки. А значит для таких как я эта фишка бессмысленна. Да и на Mi Band 3 довольно легко можно было заиметь такую же функцию. Раз уж подошли к обзору функций, давайте я пропущу стандартные типа часов, таймеры, секундомеры, поиска смартфона. И расскажу про действительно новые и крутые фишки, о которых ещё не говорил. Найти смартфон могут уже наверное все. А я вот терял браслет иногда. И теперь с телефона его можно найти. На браслет можно поставить пароль. И когда вы его снимете, он блокируется. Для версий с NFC это круто. Для обычного зачем? Очень понравилась возможность самому создать тип вибраций при звонках, уведомлениях и будильнике. Кстати о будильнике. Умный так и не завезли, хотя мониторинг сна присутствует. Правда верить ему не стоит. Часто укладывают меня спать на пару часов раньше, хотя я просто сижу за компьютером. Что в итоге? Mi Band 4 однозначно очень крутой фитнес браслет. И немаловажную роль в этом играет комьюнити. Точность датчиков на высоте, все базовые метрики измерять умеет. Куча дополнительных фишек радует. Так что если в вашем распоряжении есть Mi Band 3 или более старая версия, от обновления на четверку вы кайфанете. С другой стороны, я поделился с вами целой россыпью недостатков и о полноценном переходе с Honor Band 4 еще не определился. Но могу вас заверить, мы сделаем это вместе уже в следующем видео, посвященном сравнению двух лучших фитнес браслетов на рынке. Чтобы видео было максимально полезным и информативным, задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео. И не забывайте ставить лайки и подписываться. На этом не прощаюсь. Впереди вас ждет пара интересных видосов. Субтитры создавал DimaTorzok